В Астане продолжается громкий судебный процесс над бывшим вице-министром сельского хозяйства Муслимом Умирьяевым. По словам финансовых полицейских, они выступили сегодня в качестве свидетелей. 100 тысяч долларов, которые якобы были вручены экс-чиновнику, выбросили из окна многоэтажного дома во время его задержания. О ранее неизвестных деталях дело расскажет наш корреспондент Айгуль Жамалова. Бывший вице-министр сельского хозяйства основательно подготовился ко второму процессу. Вот видно, как Муслим Умирьяев о чем-то серьезно переговаривается с адвокатами. Чуть позже к трибуне приглашают первого свидетеля, Олег Ермолаев. Именно он, согласно следствию, дважды передавал чиновнику конверты с предполагаемой взяткой. Антимонов Евгений Викторович и в том, но в другом случае попросил меня передать денежные средства Мурьяеву Муслим Тагировичу. А чему было, когда нужно? Это друг детства, одноклассник, мы с ним давно еще знакомы. Эту информацию на суде подтвердил и водитель Умирьяева. По материалам дела первый конверт с деньгами он встретил в аэропорту Астаны, который позже забрал сам вице-министр. Второй пакет, говорят следователи, Ермолаев доставил чиновнику на дом. Правда, во время задержания он оказался на улице, вспоминают финансовый полицейский. Сразу вот пакет увидели, который на землю упал, мы подошли и на видимой дистанции уже конкретно было, что там неизвестно может что. И мы как бы за кольцовую установили оцепление, и чтобы никто не подходил, чтобы все было процессуально на законном основании. Выяснилось, что в выпавшем из окна конверте было 100 тысяч долларов. По данным гособвинителя, деньги предназначались Умирьяеву за покровительство и помощь в выигрыше тендера по закупу вакцин против Ящура. Кстати, действующий вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева попыталась объяснить жизненную необходимость данных препаратов. Но по словам судьи, скорее запутала его, чем прояснила ситуацию. Мы же не поняли мой вопрос прекрасно. Для одного источника? Не помню. Видите, вот когда вам задают вопрос, на который вы должны были ответить, вы говорите, это не ко мне, это к комитету. Когда вы задаете вопрос, почему именно вот этот, кто вы выбрали, вы полную информацию имеете. У вас выборочная информация. Почему? Я не помню, но у меня есть таблица, я могу сейчас посмотреть. Хорошо, давайте посмотрите, скажите. Я же не могу помнить все цифры. Во время допроса свидетелей подсудимый частенько задавал вопросы сотрудникам МСХ, которые имели косвенное отношение к проведению тендера. Вы думали возможность не оплаты за поставленные товары или умышленные задержки оплаты? Понимаете, да вопрос? Главной интригой дня стали свидетели Макаренко и Антимонов. Именно их показания с нетерпением ждал весь зал. Однако те ходатайствовали о запрете видеосъемки и прямой трансляции из зала суда. Поэтому заседание продолжилось в закрытом режиме. Следующее слушание состоится 8 сентября. Айгуль Жамалова, Жалгас Айлбеков, Артем Злобин, 7 канал.